Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Отношение к пожилым людям является мерилом нравственного облика общества. Накануне Молдова отметила День пожилого человека. Как отметил глава государства в своем поздравлении, для него это прежде всего День мудрости. Как мне кажется, это продиктовано не только уважением к старшему поколению, но и тем, что уровень отношения государства к проблемам пожилых демонстрирует уровень государственной мудрости. В сегодняшней Молдове вряд ли кто-то возьмется говорить, что государство способно сделать удовлетворительной жизни граждан, как принято сейчас говорить, третьего возраста. Причин тому много. И все же, почему социальная политика сегодняшней Молдовы так далека от социальных проблем своих граждан? Об этом поговорим с депутатом парламента, представителем партии социалистов в парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимиром Односталко. Здравствуйте! Добрый вечер! С 1990 года в мире празднуется День пожилых людей. А вот в Японии еще с 66 года прошлого столетия этот день назвали Днем почитания пожилых людей. Для кого-то это праздник День мудрости, для кого-то это возможность встретиться с теми, кому обязаны жизни, воспитанием, всем самым лучшим в своей жизни. Повод сказать им хорошие и добрые слова. Для кого-то повод поворчать над своим возрастом, что вот так сложилось. В любом случае это толчок для окружающих, для нас, для общества обратить внимание на людей старшего возраста, на людей третьего возраста, как сейчас принято говорить и в статистике, о том, насколько складывается сегодня в Молдове судьба этих людей. Ведь смотрите, с 1 января, если я не ошибаюсь, 2017 года уже вступил в силу закон, который увеличивает постепенно, но увеличивает возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. И теперь, кстати, по статистике, вот сам период среднего возраста начинается с 65 лет. Ну, я говорю о международной норме статистики. И у нас как раз 65 лет будет выход на пенсию для мужчин. То есть совпадение или нет. Вот хотелось бы об этом поговорить и о тех вопросах, которыми занимается сегодня комиссия именно по этим вопросам, социальной защите. Насколько удается сегодня вам, как представителю, с одной стороны, крупнейшей партии, представленной сегодня в парламенте, и с другой стороны, партии, которая сегодня в оппозиции, правящему большинству, которая, хотим или нет, установит свои правила в этой жизни и приходится со всем этим бороться, противостоять, чтобы отстаивать интересы граждан, которые голосовали за партию социалистов. Насколько сегодня продуктивно работает сама комиссия, и что удается в рамках этой комиссии сделать для наших сограждан? На самом деле важный момент, это момент пенсионеров наших. Их 700 тысяч у нас в Молдове на сегодняшний день. Разных категорий. Эти люди, на самом деле, нуждаются в каждодневной защите. Ежедневно они просыпаются, и многие из них думают, что я сегодня буду кушать. И это не банальный текст, это действительно так и есть. В рамках комиссии профильной парламентской, конечно, удается не так много, как хотелось бы. Это связано, мы не будем оправдываться, мы будем говорить, так как есть, что председатель комиссии на сегодняшний день является новой у нас. Это госпожа Булига на эту сессию, новую весеннюю, осенне-зимнюю сессию. Она вступила в должность. Было проведено несколько заседаний. Посмотрим, как оно будет дальше. Раньше у нас было представителей оппозиции больше в комиссии, мы могли что-то больше делать. Сейчас власть решила эту проблему. Банальным голосованием, понятно, это будет как парламент. В пленарном заседании поднял руку, и закон прошел, как, в принципе, пенсионная реформа. Страшная пенсионная реформа прошла. И на базе комиссии мы сегодня занимаемся популяризацией наших проектов. Мы говорим о том, что они есть. Мы говорим о том, что, коллеги, давайте мы оставим политику вон там, в стороне. Мы, профильная комиссия, мы обязаны заботиться о населении, мы обязаны заботиться о пенсионерах, о молодежи в первую очередь, о молодых семьях. Мы должны думать о зарплате, я надеюсь, мы об этом еще поговорим, для бюджетников. В целом мы должны думать о качественно другой социальной подушке. И поэтому сегодняшние социалисты в парламентской комиссии по социальной защите семьи и здравоохранению работают. Мы будем отстаивать те и будем заниматься промоутерством, в хорошем смысле слова, тех социальных инициатив, того целого пакета, который представил президент страны Игорь Додон. И будем заниматься дальнейшим обеспечением, поддержкой всех тех благ и начинаний, которые мы начали с 2014 года, когда вошли в парламент. Предлагаю как раз отдельно остановиться на этом пакете социальных инициатив главы государства. Что они в себя включают? Насколько вы оцениваете перспективу принятия этих всех инициатив на площадке парламента? Инициативы президента представляют, на самом деле, это не просто какие-то изменения где-то, это концептуальные вещи, необходимые для сегодняшнего дня общества. Я уверен, что они были разработаны исходя из тех запросов и поручений, которые президент собирал во время предвыборной кампании, из тех запросов, которые собираются на его приемах, каждый понедельник, когда он ведет эти приемы, из тех запросов, которые посылаются письмами и так далее и тому подобное. И блок социальных инициатив, он включает в себя не только одну категорию населения, он включает в себя все категории населения. В первую очередь, понятно, это пенсионеры, потому как их 700 тысяч, этих людей нужно не просто кормить, за ними нужно ухаживать, это наши ценности, переносчики, это наши бабушки, это наши дедушки, это то, кем мы, в конце концов, будем через какое-то время, если мы не будем сами заботиться сейчас о них, то, понятное дело, и наши дети будут так же относиться. И президент предлагает индексировать два раза в год пенсию пенсионерам, президент предлагает, чтобы прожиточный минимум, чтобы пенсия пенсионера была в случае нехватки индексации минимальна, ее размер должен составлять прожиточный минимум пенсионера. И это правильно, потому что на сегодняшний день у нас 800-900 ли пенсия, к сожалению, 1200-1300, разная в зависимости, потому как табуларизация, так называемая, это вообще слово такое, я извиняюсь, сложное для нашего населения, запутанное. Так что мы скажем, чтобы оно было интересное, и население ничего не поняло. Вот так вот принимало парламентское большинство, это валоризация, так называемая, она не оправдалась. Они помните, обещали 37%, 40%. Несколько месяцев премьер Филипп об этом говорил на всех телеканалах. Мы поднимем, станет жить лучше с 1 января 2017 года. В конце мы имеем валоризацию на 9,7%. Следующий большой блок, это блок молодых семей. Президент предлагает беспроцентную ипотеку для молодых семей, что в принципе нормальная мировая практика, нужно заботиться о молодых семьях. Как вы видите, сегодня уезжает больше 100 человек. У нас сегодня ежедневно, ежедневно из страны уже. И это люди, которые не уезжают поработать и вернуться. Они уезжают из страны навсегда, вместе с семьями, вместе с родителями, вместе с родственниками своими. Этим блоком надо заботиться. У нас сегодня что происходит с зарплатами? Следующий блок предложений президента. Мы видим на сегодняшний день у нас нехватка педагогических кадров, нехватка медицинских кадров. Причем медсестер, докторов. Они все уезжают массово. У нас на сегодняшний день катастрофа в системе дошкольного образования. Почему катастрофа? Буквально маленький пример. Детский садик в Кишиневе, сектор Чикана, номер 177. Родители звонят, родители жалуются, говорят, мы не можем своих детей отправить в детский сад. У нас есть все документы для того, чтобы они туда пошли. Звоним в детский сад, встречаемся с администрацией. Они говорят, да мы рады принять. У нас минус 10 человек персонала. Нам не хватает нянечки, воспитателя, повара, посудомойки и так далее и тому подобное. Они пишут в биржу, в центр занятости населения. Там просто люди не хотят идти работать. Молодые специалисты с педагогического университета, они не хотят идти работать. Уровень зарплаты сказать, что мизерный, это еще, так сказать, приукрасить ситуацию. Потому как базовая зарплата нянечки от тысячи лей начинается. От тысячи лей в городе Кишиневе, да и по всей стране есть тарифная сетка. И президент предлагает увеличить эту зарплату как минимум на 50%. Как минимум на президенте. Исходя из реальных расчетов, исходя из того, что действительно это можно сделать. Только нужно элементарная политическая воля. Ну, я понимаю, что судьба этих инициатив зависит во многом, наверное, от той поддержки, которая будет оказана этим инициативом в парламенте. И хотелось бы, наверное, как и все наши сограждане, чтобы именно это как-то реализовывалось. Потому что вот нам по роду нашей профессии журналистской приходится сталкиваться с целым рядом вот таких ситуаций, когда мы слышим просьбы в адрес власти, оппозиции, президента, просьбы, ну, помочь буквально элементарным. Ведь даже если говорить, грубо говоря, о том, что, ну, смотрите, зарплата в 1000 лев, увеличить ее 50% и 1500. И понятно, это здорово. Но чтобы это не осталось только первым, единственным шагом, хотелось бы, чтобы было продолжено. В стране с такой экономикой, это настолько, я думаю, не то чтобы глобальный, но такой многокомпонентный вопрос, который зависит от того, что и от поднятия экономики в целом, которые напрямую отразятся и на зарплатах бюджетников. И здесь решать, ну, как говорится, проблем громадье, как принято говорить, и с этим справиться. Мне сегодня видится так, что парламентское большинство нацелено на несколько иных вопросов, на решение других совершенно вопросов. Потому что в развитии экономики, сама экономика не получает того развития, которое ожидаем мы. Мы говорим о получении новых кредитов. Недавно премьер-министр заявлял о том, как хорошо все-таки снова вернуться на застол переговоров со Всемирным банком. Это нам поможет. Но ведь этих кредитов мы на протяжении 26 лет нахватали столько, чтобы как бы еще вернуть успеть. И это все ложится на наши плечи. До сих пор, я так понимаю, хотелось бы, и это такой социальный запрос, вернуть, точнее отказаться от закона, который перекладывает на наши плечи возврат миллиарда, ушедшего в чьи-то карманы. И здесь это тоже отражается на жизни каждого из нас. Если вы не против, буквально несколько слов по соглашениям с МВФ, по тем прелестям, как говорит наш премьер, радуются у нас в парламенте. И я помню, к сожалению, когда спикер Кандус свое место объявляет о том, что, коллеги, мы вернулись к переговорам с МВФ. Миссия приехала в нашу страну, и парламентское большинство аплатирует все в одноголосии. Друзья, коллеги, это позор. Позор того, что мы радуемся, точнее они радуются, на предмет того, что к нам приехали и нам разрешат взять у них денег-долг. А вот здесь начинаются самые интересные моменты. Те, кто читал, а читали большинство людей, которым это в конце концов было интересно, соглашение с МВФ, соглашение по кредитам с Всемирным банком, с Европейским банком, вообще с финансовыми структурами западными, оно предполагает не только передачу их денег нам в долг, я подчеркиваю, никто бесплатно ничего не дает, оно предполагает еще целый список, ряд условий, которые необходимо выполнить. И хотя парламентское большинство говорит о том, что это не обязательно, это носит характер рекомендаций, но возникает у нас вопрос, почему мы закрываем школы? Почему в том году было закрыто 23 лицея и 22 гимназии? Не обязательно. Да, и мы уже не говорим только о русских, мы говорим повально, закрывает. Почему не повышается должным образом, а просто индексируется пенсия на 6,8%? Уже коллеги, у нас продукты питания растут быстрее. Почему у нас происходит не повышение заработной платы медицинским работникам? У нас нехватка персонала, огромная, у нас доктора уезжают. И как-то правительство пыталось стимулировать новым регламентом заработной платы медиков. И что с этого получилось? Мы помним, Руксанда Голован, бывший министр здравоохранения, опять же полгода об этом говорили, что все будет как хорошо и так далее и тому подобное. И что у нас по-прежнему отток молодых специалистов. Причем ребят, которые только закончили медицинский университет, и они убегают отсюда. А с реформой больниц мы думаем, что это взялось вот откуда-то. Они же сами-то не догадываются об этих вещах. Я не хочу сейчас принижать их умственные способности. Я просто хочу обратить внимание на то, что там, в этих кабинетах, ничего не разрабатывается. Просто под копирку принесенные тексты коллеги. 100 миллионов, раз, два, три. Они же пытались больницы закрыть, мы все помним летом. Когда в том числе и представители партии социалистов участвовали в протестах. Я ездил в районные консилиумы, объяснял районным советникам, что уже коллеги, вы только представьте, что случится с вами здесь и как люди на вас посмотрят, если вы согласитесь на эти все вещи. Приостановили реформу. Хотя объявили, что они отказываются. Просто приостановили. Я думаю, до следующего шага давление на них со стороны финансовых партнеров, их так называемых, дальше оно будет продолжаться. Пенсионная реформа. Откуда она взялась? Я почему к ней хочу возвращаться? Потому что одна из инициатив президента, связанная как раз с гарантированным получением пенсии в течение пяти лет после выхода на пенсию по возрасту. То есть на сегодняшний день у нас 62 года возраст выхода на пенсию. Что для мужчин, то и для женщин. Средняя продолжительность жизни для мужчин 67 лет. То есть мы понимаем, у нас мужчины, это среднее, это среднее. Мы видим, что происходит. Зрители сами это видят и понимают. Мужчины умирают гораздо раньше. Вообще население вымирает раньше, чем те же цифры. И у нас получается, вышел на пенсию пенсионер, прожил два года. Непонятно как, потому что это все мизерное и умирает. Мы же понимаем, почему этот возраст повысили. Элементарно ждут, пока пенсионеры умрут и не будем им платить пенсию. Вы всего того, смотрите, как подорожала жизнь. Теперь даже элементарно обеспечить себя медикаментами, это очень затратно. И говорить о том, что есть те или иные программы, которые помогают обеспечиванию медикаментами пожилых людей. Этого явно недостаточно. Ведь возраст диктует свое и болезни заходят. Какие программы? У нас пенсионеры вносили список 14 категорий населения, которые обеспечиваются медпомощью бесплатной за счет государства. 14 категорий населения. Мы видим, на сегодняшний день пенсионеры ходят в поликлиники, выстаивают там очереди. Мы все видим эту проблему. Мы все видим иногда хамское отношение к пенсионерам. Не все относятся к докторатам, есть добросовестные. Но мы видим, такое бывает. Плюс еще проблема языка здесь появляется. Пенсионеру не может спросить на государственном языке. В силу того, что он вырос тогда, он не виноват. Это тоже страна была. Этот город был построен тогда, в конце концов. И мы видим отношение в целом к населению ужасное со стороны правительства. Что касается нормальной социальной жизни, у нас на сегодняшний день, вы видите, медуслуги. Вы очень правильный вопрос подняли, потому что, помните, повышали медуслуги. Опять же, прежний министр здравоохранения госпожа Руксанда Главан. Это еще никуда не ушло, потому что они еще там не могут, наверное, разобраться, кто чем занимается после так называемой оптимизации, реорганизации, правительства, слияния и так далее и тому подобное. Но когда у нас на 400-500% поднимается цена на медуслугу, уже коллеги... Какому пенсионеру это под силу? Да, государство должно обеспечить. Но очень часто бывает, что чек, где оплачивай в кассу. В лучшем случае в кассу. А сколько медуслуг, необходимых для пенсионера, не входит в единую программу медицинского обеспечения. И это тоже есть проблема. И одна из инициатив президента в этом направлении, это как раз бесплатное медицинское обслуживание, бесплатный скрининг населения Республики Молдова. Ведь вы помните, раньше стоматолог раз в полгода приезжал в школу. Я это помню в своем возрасте. И делал обследование детей. Я тоже помню, моя первая пломба так вот появилась. И у нас проблемы с стоматологией были меньше. А на сегодняшний день это бизнес. Это огромный бизнес. Сегодня поставить пломбу 300-400-500 лей и выше. Вырвать зуб, надо пойти курицу в селе продать. Я прошу прощения, но оно так и есть. Я не говорю о том, чтобы поставить импланты, которые 200 евро и выше стоят. Мои коллеги, куда мы катимся? Я так понимаю, что одна из инициатив президента предусматривает даже выплату пенсии в случае, если пенсионер в определенный период скончался и его родственники смогут получать пенсию. Да, гарантированный 5 лет получения пенсии. То есть, если пенсионер выходит, как сейчас у нас, в нынешнем же 62 года, умирает он, так получается, к сожалению, эта жизнь, в 65 лет, то еще 2 года его родственники, супруга, либо дети, кто у него остался, имеет право на получение этой пенсии. И получает эту пенсию. Это, опять же, мировая практика. И, опять же, в той же Европе существуют эти нормы. Но почему-то европейцы не подсказывают нашим копирщикам, которые сидят в правительстве, о том, что внесите, пожалуйста, эти пункты. Они говорят, надо повысить возраст, сэкономить социальные расходы, урезать их огромными властами. Ну, с одной стороны, можно их понять. Они считают деньги, они понимают, что сегодня доля пенсионеров, доля пожилых людей в молдавском обществе растет и увеличивается по сравнению с другими категориями граждан. Но, как мне кажется, вина за это лежит отчасти, опять же, тоже, даже, наверное, не отчасти, а в большей части на плечах этих доноров или на совести этих доноров финансовых. Потому что все это, какие-то, в общем-то, условия даются, которые приводят к катастрофической социальной ситуации в Молдове. Ведь не просто так уезжают сегодня молодые, ищут более лучшую жизнь, понимая, что, в общем-то, встречать свою старость в сегодняшней Молдове они категорически не хотят. Они видят, в каком состоянии, как живут их родители, дедушки, бабушки. Они понимают, что так не хотелось бы им завершать свою жизнь. И в этой ситуации, мне кажется, ну, наверное, и обществу нужно пересмотреть подходы к тому, кого же мы выбираем. Кто подписывает вот такие контракты с финансовыми донорами, кто подписывает документы, которые потом налагают нам, ну, или предполагают нам целую программу дальнейшей жизни, по стечению которой мы понимаем, что мы снова у разбитого корыта, мы получили собственную страну, мы сумели заговорить о себе на международной арене. Мы признанная страна, но сделать ее преуспевающе можем только мы. Только лишь полагаться на финансовых донорах, которых всегда в свой интерес, это, наверное, категорически неправильно. Давайте вернемся к нашим виновникам, я имею в виду к пожилым людям. Вот в День пожилых или День мудрости, как сказал президент, он сообщил о том, что вот фонд Первой Леди, Дин Суфлет, начинает кампанию по поддержке пожилых людей. Будет выделено, ну, по моим данным, будет рождено порядка 20 тысяч социальных пакетов, наборов, которые, ну, пусть это точечная помощь, пусть она может быть разовая, но мне кажется, сегодня любая помощь, это большой психологический и такой, знаете, ну, финансовый все-таки подъем для людей, которые живут на одну только лишь пенсию. Вот, на самом деле, День пожилого человека, День пенсионера, кто как называет, День наших бабушек и дедушек, наших граждан, он должен быть для нас ежедневным днем, то есть я это к тому, что нужно готовиться, что нужно заботиться, узнавать, как дела, что вам нужно и так далее, и тому подобное. Это вопрос социальной защиты, крепкой социальной подушки этой уязвимой категории населения. Мы видели то, что на сегодняшний день в прессе появились сообщения на официальных интернет-ресурсах органов власти о том, что государство, правительство выделяет 7 миллионов лев на, значит, каждого, по 500, точнее, по 500 лев, формулировка была, пенсионерам в этот знаменательный день. Но давайте будем честными, да, у нас есть 700 тысяч пенсионеров, пусть из них 600 тысяч будут, тех, кто не виповские пенсионеры, прокуроры, судьи, депутаты и так далее, и тому подобное. 7 миллионов лев выделяет, так сказал премьер-министр, поделите 600 тысяч на 7 миллионов лев, есть 500 лев. Врут даже здесь, я прошу прощения за сленг, конечно, но так нельзя, потому что это люди, которые нас вырастили. Премьер встречается с, сегодня буквально в соцсети видел его очередную рекламу, встречается с пенсионерами, делает 3-4 селфи, 10 фото, и на этом весь день заканчивается. Коллеги, должна быть какая-то действительно продумывая, плановая поддержка. Что делает пенсионер на сегодняшний день? Он просит, он просит, ребята, помогите мне, уважаемые власти, он говорит, дайте мне то, что я заработал, то, что я вложил в эту страну, вас вложил, в конце концов. Никто не слышит. С другой стороны, на сегодняшний день президент через фонды помощи, лично помогая пенсионерам, то, о чем вы говорите, 20 тысяч пакетов, это ведь вопрос разовый, это только в этот день. А на самом деле это комплексная поддержка, президент помогает и на Пасху, и на Рождество, и на Новый год, не считая всех адресных обращений, которые стараются помогать обязательно. То есть, на самом деле, у президента комплексный подход в это направление. Не будучи главой государства, Игорь Николаевич уделял так же много внимания пенсионерам, это постоянные встречи, это личный прием, это медобслуживание, это вопросы путевки в санаторий. У нас на сегодняшний день пенсионеры ездят в санаторий, на сегодняшний день в санаторий ездят члены правительства и члены семьи власть имущих. Если это еще за счет государства, то, я думаю, это вообще... А это только за счет государства. Это, мне кажется, настолько аморально по отношению к тем людям, кто заслужил по праву. Мы предложили, кстати, законопроект, наша фракция предложила о том, что инвалиды первой группы, они люди лежачие, понятно, им положено раз в три года путевка в какой-то санаторий. Но, коллеги, инвалид первой группы не может физически воспользоваться этой путевкой. Давайте мы эквивалент денежный ему дадим. Пусть родственники, пусть он сам на себя потратит эти деньги. Нет, отказываются. Элементарно. С одной стороны... Простите. В чем логика вот такого отказа? То есть, ведь все равно прописано в законе, что необходимо помочь человеку. А логики нет, потому что для того, чтобы элементарно сделать человеку добро, об этом надо подходить к соответственности. Надо уважать людей, которым человеком, которым ты станешь. И самое главное, не нужно брать тот листочек, который тебе дали из запада и написано. Инвалидам, людям с ограниченными способностями, не возможность, не помогать. Школу закрыть и так далее. Надо перестать работать. Это насколько надо не уважать себя и ненавидеть, не то что не любить, ненавидеть собственную страну, собственный народ, чтобы поступать так ко всем категориям населения, начиная от новорожденного, который на сегодняшний день уже должен из-за того, что украли миллиард. Мы знаем, что он должен, не знаю, несколько десятков тысяч лей по статистике. Я не экономист, я думаю, это можно поднять в соцсетях. Уже ребенок должен, заканчивая пенсионером, который заканчивает свой путь в этом мире, и он тоже должен. Вот до чего довела власть. Да, в принципе, понимаю, что мы сейчас говорим о таких вещах, которые никак нельзя отнести с чем-то эмоционально спокойным вещам. Потому что, в принципе, я думаю, как бы мы не бесстрастно об этом обсуждали, я думаю, для многих людей, которые нас слушают, которые живут в состоянии крайней нужды, живут на одну и ту же, на одну лишь пенсию, им нужны протезы, им нужны лекарства, им нужен уход патронажных сестер. Вообще, мне кажется, эта служба, вот существует ли еще такая служба у нас в Молдове, которая заботится о пожилых людях, которые оказались в эти годы в одиночестве, и позаботиться о некому. Сегодня столько вопросов возникает. Мы с вами помним прекрасное время, может быть, я помню его чуть лучше, когда мои родители-пенсионеры пользовались бесплатными путевками, уезжали в... Ну, пусть не в Карлов и Вары, ездили в Трусковец украинский, но там поправляли здоровье, помогали организму перенести сложный период, и этим самым продлевали себе жизнь. И продлевали нам радость общения со своими родителями. Это главное. Но то, что сегодня происходит, вот меня подталкивает к мысли, что сегодня руководят нами люди, которые не предполагают стариться в сегодняшней Молдове. Наоборот, они думают о том, что свой преклонный возраст они проведут, и этот период третьего возраста проведут в совершенно другой стране, там, где у них все обеспечено. А здесь, ну, это мое мнение. Что мы можем говорить? Маленькое дополнение. Если дети у этих властимущих руководителей государства, правительства, живут не здесь. Они за границей, они учатся в иностранных учебных заведениях. Свои здесь закрываем, а иностранные учебные заведения своих детей туда отправили. Финансируя тем самым другие, чужие системы образования. На украденные деньги. В прямом смысле слова, я сейчас никого не обвиняю. Мы все видим, что деньги украдены. Деньги не возвращаются. Возвращает каждый из нас эти деньги. Через повышение цен, через недоплаты и так далее, и тому подобное. Через услуги, которые повышаются постоянно. Посмотрите, что происходит. Приходит отопительный сезон, пенсионеры летом говорят о том, что мы уже готовимся. Мы уже готовимся, потому что придет зима, нам нужно оплачивать. У него пенсия 800 лев пенсионера, а 1200 лев за отопление он должен оплатить. Потому что термоком подаст в суд. Потом придет судебный исполнитель и отберут квартиру пенсионера. И таких из случаев. К сожалению, чаще и чаще ко мне на прием приходят люди и говорят, помогите, пожалуйста, я должен 8 тысяч. Вот пенсионер за прошлый сезон отопительный 8 тысяч должен. У меня пенсия 1400. Человек работал много. У него 42 года отработанных. Это не 33, как положено. Сейчас, это серьезный стаж. Он говорит, я не заплатил, потому что я тогда ставил себе зубы, и я менял себе протез. Я все эти деньги потратил, чтобы выжить. И сегодня судебный исполнитель говорит о том, что я должен заплатить. Представляете ситуация? Это мы можем так слушать, может быть нас тронет, нет. Но когда ты оказываешься в такой ситуации, и ты начинаешь чувствовать и смотреть на это глазами того человека, ты понимаешь, насколько это все страшно. Не зря же говорить с отношением к пожилым людям и к молодому поколению. И как раз и оценивается государство. И когда те, кто руководит страной, начинают руководствоваться условиями, которые прописаны в каких-то там записках, прилагаемых к контрактам по финансированию, кредитному финансированию, то тогда понимаешь, что мы попали в достаточно или довольно сложную ситуацию. Ведь рано или поздно за все надо будет заплатить, рано или поздно надо будет определиться, что за проект Республика Молдова, насколько он финансовый и состоятельный и с точки зрения человеческого ресурса, и с точки зрения государственного ресурса. Но сегодня пока на пирамиде власти люди, чья подпись как раз вергает нас в пучину очередных неприятностей. Ну, это такая ремарка с моей стороны. Я хотел бы еще обратить ваше внимание вот на какую вещь. Буквально в минувшие выходные в столице прошла международная конференция, в которой вы приняли участие, где проводились итоги. И мне кажется, это как раз напрямую завязано на отношении государства или к тому, как мы видим внимание государства к молодому поколению. Итоги психолого-педагогического проекта «Независимая страна». Что это? Если можно поподробнее, потому что было понятно, о чем идет речь. Какие цели этот проект способен реализовать и чем помочь молодому поколению? Проект «Независимая страна» — это международный проект, но хочу похвастаться, это молдавский продукт. Это наш молдавский проект. Он родился здесь, у нас в Молдове, начал шагать по школам и детсадам Молдовы. Поэтому мы импортируем не только трудовых мигрантов и продукцию сельского хозяйства, но еще интеллектуальные продукты у нас. Поэтому здесь это отдельный город за нашу страну. Данный проект в международном своем формате, а это Российская Федерация, Румыния и Украина, работает с мая месяца по вчерашний день. Еще будет продолжаться, потому как будут подведения итогов в странах-партнерах этого проекта. Суть его в чем? Но в Республике Молдова он работает более двух лет. Суть его в чем? Мы используем совместно с, я являюсь менеджером этого проекта, совместно с командой профессионалов, с командой общественников и командой волонтеров. Это люди, которые работают абсолютно бесплатно, люди, которые свое личное время, знания, опыт уделяют работе с детьми, то, чем правительство не уделяет. Бросили их на произвол судьбы, мы видим, немножко попозже расскажу последствия вот этого отношения правительства, отношения правительства к людям молодого возраста. Метод сказкотерапии положен в основу этого проекта. На сегодняшний день... И звучит это заманчиво. Заманчиво, да. Казалось бы, это просто сказка. Нет, сказка это на самом деле, это текст, который переносит наши ценности. Это наши же дедушки, бабушки, наши предки, они не зря придумывали эти сказки и писали. Они учили нас доброму, светлому. Они переносили тот опыт наших, свой, который был. Они учили нас добру. Потому что, уважаемые коллеги, нету плохо и хорошо. Есть созидающая сила, есть разрушающая сила. И посредством сказок во всех странах мира детям, да мы сами любили читать все сказки, о чем-то говорить, прививается вот эта любовь к родине. Формируется внутренний стержень человека, его мировоззрение, его любовь к ближнему человеку, отношение к семье, правильное отношение к семье. К тому, что есть папа, мама. Нету мамы, мамы, папы, папы. К тому, что есть бабушка, дедушка, к тому, что есть соседи, есть улица, дом, двор. И это все дружелюбное, а оно все не агрессивное. Вот этот метод. Почему мы избрали его для работы с зависимостями, о которых я также скажу. На сегодняшний день мы знаем, у нас игровая зависимость, крайняя, крайняя. Пустила свои корни в детские умы. Ребята сидят с телефонами постоянно, это социальные сети, это сайты и так далее, и тому подобное. Они книжки перестали читать. Зайдите в библиотеку некоторых университетов, я не говорю всех, я недавно был, там почти нет ребят, все пользуются. Одно дело, понятно, мы информируемся, мы должны стать более современными, но с другой стороны, интернет — это хорошо, но книга, она никогда не заменит человеку тот лексикон и ту культуру, которая впитывается через тексты. На сегодняшний день у нас есть проблема наркомании. У нас в самой молодой республике, в Молдове наркоман 12 лет, героиновый. Я прошу прощения, не хочу ничего рекламировать, но надо сказать, как оно есть. У нас на сегодняшний день спайсовая зависимость на самом высоком уровне в регионе. Нас даже румыны обогнали, у которых эта проблема страшная была. Обогнали в хорошем смысле слова, они нашли решение этого вопроса. У нас Российская Федерация нашла решение, огромная страна, а мы недавно приняли законопроект, год назад, кстати, опять же, мы были инициаторами этого законопроекта, но имплементировать его до конца, опять власти отказываются. Мы бьемся, бьемся. То, что мы производим, метод сказкотерапии принес с собой, сборник, который сейчас выйдет, пожалуйста, на государственном языке, все книги выходят на трех языках. Это молдавский, это русский и это английский, потому как мы работаем с международными партнерами и пытаемся это Европе тоже имплементировать. Это уникальный продукт, признанный международными сказкотерапевтами. На конференции у нас были эксперты-международники. Последствием этого продукта мы приучаем детей к тому доброму, о чем я говорил. Здесь первая сказка, это сказка о потерянной радости. Казалось бы, название. Это сказка без единого слова наркотик о профилактике у детей дошкольного, и школьного возраста, младшего 5-9 лет, прошу прощения, наркотической зависимости. То есть, на таком раннем возрасте нужно заниматься профилактикой? Мы должны заниматься профилактикой в первую очередь. Поднять штраф или увеличить количество лет, которых наркоман отсидит, это не изменит тот итог, что он умрет. Потому что он умрет, в конце концов. А не допустить ребенка к этому пагубному явлению. И более того, через определенные эффективные методы сформировать у него правильную жизненную позицию, чтобы он был действительно патриотом, гражданином этой страны, чтобы он работал в этой стране, чтобы он не хотел уезжать отсюда, чтобы он помогал родителям и не уходил в зависимости. Это очень важно. Сказка об игровой зависимости. У нас также есть кроссовка и шлепанец. Мы занимаемся. Также есть сказка, которая называется «Страшная сказка». На самом деле, страшка очень интересная. Это профилактика агрессивного поведения. И последняя сказка, которая у нас вышла, это сказка о мире. Примерная. Она называется «Примерная сказка». Я как-то одному коллеге, депутату парламента, большинства, сказал, возьми, почитай примерную сказку. Он говорит, что это такое? Я говорю, сказка о мире. Ты что такое намекаешь мне? То есть надо депутатам парламента раздать, чтобы они знали, где мера. То есть мера в еде. Конфетку. Одну надо съесть ребенку, а не две. Играть на улице надо до такого-то времени. Вот такие вот вещи, они формируют правильный стержень. Эта конференция, которая прошла у нас, она была итогом этой двухлетней работы. Количество педагогов задействованных, более пяти тысяч. В этом проекте это педагоги, психологи, волонтеры. Огромное количество. Это молодые ребята, студенты, которые сами приходят и говорят, мы можем помочь вам, давайте мы хоть что-то сделаем. Мы их готовим к работе с детьми. Это общественные деятели, музыкальные коллективы, которые ребята приходят и проиграют эту сказку. Я сам, когда ходил по детским садам и школам, и играл с детьми, и работал с ними в форме сказки, это было замечательно. Родители нам дают положительные отзывы. А это самое главное, когда есть правильный фидбэк. Более десяти тысяч детей приняли участие в этом проекте. Более десяти тысяч детей. И я еще раз подчеркну, это уникальный молдавский продукт. На сегодняшний день у нас просят дать права на издания в Российской Федерации, в Румынии. Украинцы давно об этом говорят. Но мы реализуем эти проекты совместно с этими странами. Мы хотим помочь этим странам. И в тех странах, оказывается, на сегодняшний день в Российской Федерации пришли молдаване, которые сказали, вот ребята есть, специалисты увидели, оценили. А в России Институт сказкотерапии, он масштабный проект сам по себе, организация очень серьезная, финансируемая хорошо, имеющая результаты уже. Они оценили, они сразу поняли, что это им нужно. Давайте мы будем имплементировать. У нас на сегодняшний день очень низкая поддержка, оказывается, этого проекта. В основном это спонсорские деньги, это помощь. Спасибо большое президенту, который поддержал этот проект два года назад, когда мы только-только начинали это все. Я помню эти первые книги, которые нужно было изготавливать, рисунки готовить, это дизайн, это элементарные транспортные расходы, чтобы съездить в города-республики. На это все откликнулся Игорь Николаевич и потолкнул нас к этому. И вчерашнее присутствие представителя президента, советника по образованию и науке культуре господина Поповича и послания президента участникам конференции показало, насколько серьезно президент подходит к молодому поколению, начиная от момента рождения. И наши партнеры из-за границы посмотрели и сказали, да, действительно, у вас сейчас это будет иметь новые успехи. Кстати, самое главное, ведь это к чему мы все делаем, к воспитанию патриотического молодежи. В ноябре месяце, мы уже ее почти подготовили, я являюсь одним из авторов патриотической сказки, которая выйдет для детей 5-9 лет. Это будет уникальный продукт, ведь если вы взглянете сюда, это рисунки. Посмотрите, какие рисунки. У нас один из лучших художников, я думаю, что зрителям как раз и любопытно увидеть, что из чего состоит эта книга. Более того, наши партнеры помогли нам, они изготовили игрушки, и теперь мы работаем с детьми вместе с игрушками. То есть, они все эти рисунки добрые, все текста правильные, все текста без агрессии, с любовью, одновременно с назиданием. В таком стиле будет изготовлена и выпущена сказка патриотическая. Мы еще посмотрим, как ее назвать, мы сейчас думаем об этом. Мы планируем это сделать до конца ноября месяца, и этот проект будет на всю страну уже. Мы найдем поддержку, обратимся и к президенту, обратимся и к обществу, к тем, кто просто хочет помочь, коллеги, для того, чтобы мы донесли эту книжку каждому ребенку в нашей стране. Ведь все понимают, что работа в дошкольных и школьных учреждениях формируется на основе методичек, то есть вот так надо преподавать те или иные предметы и так далее. Удается вот найти диалог с теми, кто сегодня диктует, официально диктует степень образованности наших детей, что им читать, над чем трудиться педагогам. Удается ли им, показав вот этот труд, убедить в том, что это сегодня очень полезно для детей? Здесь два момента очень важных. С одной стороны, педагоги, я не хочу сказать побольше, потому как люди нуждаются во внимании. И с другой стороны, те, кто управляет этим, то есть руководители департаментов, министерства, в конце концов, которые на сегодняшний день вообще непонятно их отношению ко всему этому. У них такое впечатление, когда издаются учебники, какие-то материалы детям, методички и так далее, они издаются, исходя из каких-то технических норм, каких-то инструкций бумажных, для того, чтобы их отпечатать и реализовать фонды. Простите, но это так и называется. Но надо сказать, быть честным до конца, действительно. Мы смогли убедить некоторых руководителей на уровне районного образования. Директора школ понимают это, то, что нужно, и пускали. Некоторые просили, ребят, придите. Вот сейчас на конференции были тоже психологи из большинства школ. У нас более ста директоров или представителей школ было сейчас в воскресенье. И к некоторым из них мы не успели зайти с работой. Они говорят, придите, пожалуйста, к нам, нам интересно. Они понимают необходимость этого продукта, они понимают необходимость этой работы, они видят результаты. А ведь в данном случае хороший ребенок в школе это результат именно учителя, педагога. Хороший ребенок в детском саде это результат воспитателя, помощника воспитателя, той же нянечки, потому как эти люди работают непосредственно с детьми. И вот здесь вот я бы хотел сказать о второй части этой системы, этого направления. Это о том, что, может, немножко неприятно будет власти опять слышать критику в свой адрес, но на сегодняшний день у нас педагоги финансируются, на мой взгляд, по остаточному принципу. Вот сколько денег там осталось в бюджете. А у нас как бюджет? Я спрашиваю у министра прошлого приоритета, министра экономики. Я говорю, а каким образом вы приоритеты выставляете в бюджете? Он говорит, сначала долги, потом все остальное. Дали долги, то, что там осталось, заплатили зарплаты чиновникам, а потом мы финансируем образование, медицину. Ну как так можно? Это киты, на которых стоит государство. У нас на сегодняшний день молодых специалистов в образовании очень мало. 28% это люди пенсионного возраста. Представляете себе, они уйдут в один момент, вот что-то случится. Катастрофа. Детские сады, это страшно. Это нянечки, это весь вспомогательный персонал, помощники, воспитатели, воспитатели. Катастрофическая нехватка. И здесь та инициатива президента, которая была озвучена, она очень своевременна. Мы ее будем обязательно обеспечивать ее обсуждение на комиссиях, пытаться настаивать о том, чтобы она была рассмотрена в пленарном заседании парламента. И эти деньги на самом деле есть. Давайте вот опять, не хочу возвращаться к этому миллиарду, но когда опять вспоминаю о том, что в следующем году мы с вами, все граждане, мы тут заплатим более 600 миллионов леев долго из-за этого миллиарда, который будем платить дальше на протяжении 25 лет, больно становится. Почему мы не можем дать бюджетным организациям тем, кто напрямую работает с нашими детьми здесь и сейчас достойные зарплаты, но можем оплачивать чье товаровство, кто уже сегодня украл и учится за границей. Получается, что эти достойные зарплаты уже украли. Их уже украли, да. Вот я слушал вас об отношении тех, кто управляет сегодня системой образования. Вспомнил мысль британского просветителя Бернарда Шоу. Он в свое время сказал, кто знает, тот делает, кто не знает, тот учит, как надо делать, а кто не умеет делать ни того, ни другого, тот учит, как надо учить. Вот очень знаково. У нас буквально с вами осталось полторы минуты. Вот ваша оценка, я понимаю, что она предсказуема, но все-таки не могу об этом не сказать. Вот следуя, наверное, такому тезису «Дух в здоровом теле», наверное, и продиктована инициатива президента о создании такого огромного количества спортивных площадок в Молдове. Было сказано, что он постарается, чтобы в Молдове сегодня появилось еще 300 дополнительных спортивных городков, площадок, тех мест, где молодежь сможет наполнять себя силой, здоровьем. Вот насколько сегодня, на ваш взгляд, вот индустрия спорта, индустрия, я имею в виду, я не говорю как о бизнесе, спорте, я говорю о том, что делает нас здоровее, нашу нацию сделать здоровее. Вот насколько вся эта система сегодня, в каком она именно состоянии, на ваш взгляд? Она в состоянии катастрофическом. Давайте начнем с того, у нас на сегодня на детских площадках и спортстадионах строят дома. Город Кишинев, пожалуйста. В районах они, как правило, забрасываются из-за нехватки ресурсов. А тот проект, который на сегодня инициировал Игорь Николаевич, на самом деле он очень нужный. Почему? Это не просто детская площадка, которую некоторые добродетели на ворованные деньги пытаются устанавливать у нас в стране. Это спорткомплексы, это стадион, это блок для взрослых, тренажеры и так далее, это блок для детей, это блок для мамочек. То есть семья, выходя на улицу, во двор, заходя на эту спорттерриторию, все участвуют в здоровом образе жизни. И это называется плановым подходом, комплексным подходом, то, чего не хватает сегодня в государстве. И этот проект, он обречен на успех. И я думаю, что этот проект будет успешен. Я думаю, что на сегодняшний день по телевизору, по телевидению услышали о инициативе президента, думаю, с завтрашнего дня уже пойдут заявки, давайте и нам установить, и нам установить, и так далее. И это правильно. Тем более, на сегодняшний день мы видим, любительский спорт в стране отсутствует. Отсутствует. Был марафон, вот на днях пробежали, но опять же, я никого не критикую, там нужно было заплатить какие-то мелкие деньги. Кто-то может, кто-то не может. Но слава богу, у нас 17 тысяч человек по заявкам организаторов. И это, опять же, уникальный молдавский продукт, который делает гражданское общество, но никак не правительство. Я помню те времена, когда участие в спортивных школах для учеников общеобразовательных школ было абсолютно бесплатным. И наоборот, тренеры ходили по обычным школам в поисках талантливых и необходимых для спорта детей с даренными детей, с какими-то физическими возможностями для того, чтобы потом их реализовать и научить их многим вещам. И, в общем-то, именно так рождались чемпионы. Именно так становились звездами, которыми гордились мы под последствием. Если разрешите, буквально несколько слов. Возвращаясь к инициативам президента социальным, которые, в принципе, мы сегодня и обсуждали, хочу обратить внимание, насколько комплексный подход у главы государства к этому вопросу. Мы понимаем, что есть пенсионеры, это наши, мы уважаем даже этих людей, это наши родители. Мы понимаем, что есть молодые семьи, и это беспроцентные кредиты, и это семейный капитал, который также был предложен, и это другие инициативы, выдвинутые в поддержку уже фракции партии солистов. Мы видим, проблема бакалавра уделялась президентам большим, много внимания, сколько дискутировали, и прислушалась правительство к многим инициативам, президентуры на этот счет, потому как, слава богу, признали, что сами не можем, давай возьмем, послушаем умных людей. Это дети, на сегодняшний день, это проекты по уменьшению зависимости, и так далее, и так далее, это спорт самое главное, ведь, понимаете, будет детская площадка, не будет зависимости, он не будет сидеть за компьютером, он не пойдет пить, курить, или учиться чему-то плохому, он пойдет, будет заниматься спортом. И вот такой комплексный подход, он не отличает на сегодняшний день главу государства от того правительства, которое, к сожалению, даже не зарабатывает деньги на государство, которое просто распределяет те крохи кредитов, которые сдирают в прямом смысле слова с нас, с вами, и те кредиты, которые берет под нашу с вами ответственность, и мы с вами опять же будем их возвращать. Спасибо за этот разговор. Надеюсь, кому-то стала более понятна инициатива президента, более понятна то, чем занимается парламентская комиссия, более понятна, и мы говорили, кстати, о новостях об этом вашем проекте, и, наверное, сегодня, будем говорить, более широкий разговор получила эта идея. Сегодня, я думаю, что мы затронули темы, которые настолько важны для каждого из нас, без исключения, и в какой-то мере мы сегодняшним эфиром попытались, наверное, сделать и понятным в завтрашний день каждого нашего зрителя в отношении того, как и куда двигаться, и не забывать о том, что каждый наш шаг в общем-то приводит к следу последствиям, и чтобы эти последствия не оказались для нас плачевными, наверное, всегда нужно думать о своем выборе. Я все говорю о слове выбор, потому что оно во многом определяет то, что и как мы умеем выбирать, определяет наше будущее, и определяет то, как это будущее сложится, когда мы станем людьми третьего возраста. Спасибо за встречу. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов Владимир Односталко. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова